Итак, мы переходим к основной части нашей лекции. В прошлый раз мы занимались немножко логикой с помощью тактик в таком вот практическом ключе. В частности, дошли до того, что с помощью закона исключенного третьего доказали такое утверждение. Если не все n обладают свойством p, то существует n свойством p, не обладающий. Это у нас потребовало закона исключенного третьего. Давайте двинемся немножко дальше и посмотрим, чем наша конструктивная логика Кока отличается от классической логики первого порядка, кроме закона исключенного третьего. Ну вот, смотрите, давайте введем такое утверждение, nemp. Точнее сказать, это предикат на типах. Он нам говорит, что некий тип не пуст. То есть, если мы с такой теоретикой множественной точки зрения тип можем рассматривать как множество, то это свойство быть не пустым. Ну, как оно выглядит? Ну, естественно, тут у нас написано, что существует z для типа t. Существует z, который принадлежит этому типу, такой, что верно true, такой, что верна истина. То есть, таким образом, мы говорим, что существует z из t, такой, что верна истина. Это просто означает, что t не пустой. Согласны? Да. Давайте теперь докажем вот такое утверждение, что если тип t не пустой, и у нас имеется утверждение, что все x из t обладают свойством p, то тогда существует x из t со свойством p. Это вещь в высшей степени простая и понятная, но обратите внимание, что в классической логике первого порядка явно не требуется, чтобы область, по которой пробегают квантеры, область, откуда берутся значения переменной под квантером, чтобы она была не пуста. Ну, почему? Потому что по определению семантики классической логики первого порядка, области действия квантеров, так называемые носители интерпретаций, носители структур, они должны быть не пусты. Но здесь мы этого не требуем. Доказательство, естественно, тривиальное. Мы берем и достаем вот этот вот z и отсюда, из nmp t, то есть мы говорим дистракт, применяем дистракт к терму hne соответствующего типа, и у нас получается z типа t, еще какое-то доказательство истины, которое нам, конечно, ни для чего не нужно. И которое мы могли бы убрать, поставив прочерк в шаблоне. Итак, теперь у нас есть z st, ну и дальнейшее очевидно. Exist z и apply h a. Понятно это? Да. Давайте докажем что-нибудь более интересное. Вот, например, есть такой принцип, что квантер существования можно внести в посылку импликаций. Тогда он изменится на квантер всеобщности. Ну и вынести можно. То есть это эквивалентность. Смотрите. Существует такой х, что из p от х следует q, где q от х не зависит. Это эквивалентно тому, что из того, что все х обладают свойством p, вытекает свойство q. То есть вот этот квантер, он был всеобщностью и стоял в посылке. Мы его вынесли наружу, он стал существованием. Разумеется, есть двойственный принцип, что можно выносить квантер существования. Он тогда станет всеобщностью. Но давайте пока это докажем. Так, как же это делать? Важно, что этот принцип зависит от того, что тип, на котором определен предикат p, является не пустым. Давайте сначала неформально докажем. Ну, в одну сторону, если такой х существует, заметьте, теорема, это предполагается верной только в классической логике. Только там она и верна. А в классической логике, как мы знаем, импликация имеет тривиальный смысл. В классической логике импликация – это отрицание посылки или утверждение заключения. Правда? Да, конечно. Поэтому, если мы знаем, что существует х такой, что p от х сложно или q истина, то что мы можем сказать? Ну, у нас два случая. Если у нас действительно истина q, либо же если q не истина, то существует х, для которого p не верно. Но если p для него не верно, то неверно, что для всех х верно p. Правильно? Нам же надо опровергнуть посылку. То есть, в одну сторону это очевидно. В другую. Но, опять же, воспользуемся таким вот пониманием импликации. Мы знаем, что либо q верно, но тогда можно взять любой х, пользуясь непустотой типа t. Возьмем любой х, и импликация будет истиной. Либо же q ложно. Но если q ложно, тогда и вот это утверждение ложно для всех х, п, х. Значит, есть х, который не удовлетворяет свой 100p. Он-то нам и подойдет. Что же, давайте все это реализуем. Итак, делаем введение. И я сразу заменю импликацию на вот эту вот дизъюнкцию, отрицание посылки, утверждение, заключение. Она у меня уже раньше встречалась. Она называлась импдев. Вот в модуле MyClassical она определена. А влечет B эквивалентно не А или Б. В принципе, как мы делали переписывание с помощью равенства, переписывание можно делать и с помощью, и в смысле логической эквивалентности, туда-обратно. Хотя для этого надо загрузить вот такую вот библиотеку Cytoid. Мы, так сказать, в смысл этого переписывания сейчас вникать не будем, но, тем не менее, это можно сделать. Вот смотрите, я переписал, и у меня импликация заменилась на вот такую вот дизъюнкцию. Согласны? А почему она заменилась только в правом выражении? Ну, потому что заменяется одно, скажем так, как работает рерайтинг. Рерайтинг ищет терм, который можно переписать. Если таких термов несколько, он берет первый попавшийся и переписывает все его вхождения. То есть это как раз логично. Он переписывает только один терм за один раз. Можно ли переписать то, что стоит под квантером существования? Ну, давайте попробуем. Для этого надо рерайт сделать два раза. Но это уже не получается. То есть стоящий вот здесь вот, стоящий вот здесь вот импликация, она не переписывается. Ну, где она на самом деле стоит? Если мы отключим нотацию, мы увидим, что у нас тут есть. У нас тут наша импликация стоит вот под такой лямбдой. Лямбда икс, да? А дальше там идет штука квантера существования. Это экс применить к лямбдой икс, а там вот внутри что-то такое. Вот то, что стоит под лямбдой, оно не переписывается. А, ну понятно. Ну вот. Поэтому дальше, так сказать, тут продвинуться нельзя. Надо будет избавиться от квантера существования. Но пока мы не будем к этому стремиться. Итак, нам надо доказать две таких импликации. Первое. Дано, что существует икс с таким свойством. И второе. Это наоборот, когда дана такая дизъюнкция. В общем-то, дальше после этих шагов все уже достаточно тривиально. Прежде всего достанем вот этот икс, который обладает свойством по икс влечет ку. Достали. Теперь полученные уже честные импликации, без всяких там лямбд, мы ее можем переписать как дизъюнкцию. Дальше разбираем два случая. Ну, либо наш ик не обладает свойством п, тогда, естественно, будет ложно, что все иксы обладают свойством п, либо же будет истина ку. То есть, у нас тут два случая, которые в конечном счете сводятся вот к чему. Один из них. Известно, что y из типа t не обладает свойством п. Доказать, что не все обладают свойством п. Это, конечно, уже в классической логике такое рассуждение делается. Избавляемся от отрицания, то есть, делаем интро. Теперь нам надо получить ложь. Теперь разбираем ложь здесь. Здесь сказано, p от y влечет ложь. Для этого, если мы разберем ложь, ну, или, можно сказать, тут apply, это чуть яснее было бы. То есть, если тут стоит импликация, p влечет ложь, нам нужна ложь. Значит, нам достаточно доказать p. p, но p, он уже у нас следует легко из h1. Понятно? Да. Второй случай мюд тривиален. Дальше. Предположим, что вот у нас есть такая дизюнкция. Естественно, ее надо разобрать. Что имеет место, левый или правый случай? Ну, вот, если левый, если не все иксы обладают свойством p, то мы доказывали в классической логике. У нас была такая теорема, называется snagallxnagkl. Вот она, что если не все n обладают свойством p, то существует n со свойством не p. Кстати, обратите внимание, что это не зависит от непустоты типа. Для пустого типа это тоже верно. Но, действительно, для пустого типа невозможно, чтобы было ложное утверждение, что все n из пустого типа обладают каким-то свойством. Для пустого это всегда истина. Поэтому не пустота там не существенна. Я проношу отрицание внутрь квантера, получаю, существует n со свойством не p. Ну, понятно, что уже этот n, он тут называется x, я его могу и взять. Дальнейшее, конечно, тривиально. Понятно? Да. Ну, и, наконец, мы пришли к такой ситуации. Верно, свойство Q надо доказать, что есть x, для которого выполнена импликация. Хорошо. Ну, какой же x мы возьмем? Вот никакого x у нас нет. Придется воспользоваться тем, что наш тип t не пустой. Достать x, называемый z, оттуда. Ну, мы этот z используем. Ясно? Довольно быстро, но ясно, да. Я как раз хотел спросить, зачем пустота типа была нужна? То есть пустота, а не пустота? Ой, не пустота. Ну, да, как раз вот в последнем доказательстве. Ну, да, я, собственно говоря, это уже проговорил в начале. То есть, предположим, Q верно. Ну, а с какой радости существует x с таким свойством? Откуда его взять? Откуда его взять? Обратите внимание, что это утверждение на импо, оно не просто говорит, что там тип не пустой. Каким-то таким непрямым образом. А оно на самом деле содержит, оно содержит некий пример элемента нашего типа. То есть, по каждому типу мы можем привести, если он не пустой, привести пример элемента в нем. Если, значит, выполняется, это немп для данного типа. Но зачастую вот этот вот факт в таком немного шутливом смысле формулируют. Вот такое вот следствие, немножко парадоксальное, называется парадокс пьяница. В любом баре, если, конечно, тот не пуст, есть посетитель такой, что если этот посетитель пьет, то пьют все. Но человеческая интуиция часто подсказывает, что надо брать самого пьющего посетителя. Но это неправильно. Надо брать наименее пьющего. То есть, как мы рассуждаем? Если пьют все, возьмем любого, пользуясь непустотой. Если есть кто-то, кто не пьет, то, естественно, из того, что он пьет, следует все, что угодно, потому что это ложь. Итак, в любом, видите, баре существует такой х, что если х пьет, то пьют все. Если, конечно, бар не пустой. Как это доказать? Идея очень проста. Мы можем вот этот квантер существования внести внутрь, и он изменится на квантер всеобщности. И тут у нас получится тривиальное утверждение, что из того, что все х пьют, следует, что все у пьют. Итак, интро. Мы вот здесь перепишем это высказывание таким образом, чтобы квантер существования внести в посылку. То есть, воспользуемся ранее доказанной леммой. Рерайт. Вот. Теперь нам надо доказать две такие вещи. Одна из них уже содержится в посылке, а другая, но на самом деле тривиально. Понятно это? Можно посмотреть, обратить вас, в смысле, показать, как устроено с точки зрения квока внутри вот это доказательство леммы? Вот это леммы? Да, да. Ну, оно содержит в себе ссылку на терм XIMPOLCL. Давайте посмотрим. Оно устроено достаточно просто. Это можно было бы даже прямо написать, как оно устроено. Просто по тактикам, потому что очень простое. Ну, тут у нас немножечко некая непростота, связанная с переписыванием по эквивалентности. Ну, в общем и целом, смотрите, что здесь происходит. Вот создается такая лемма, что квантов существования можно внести. Правильно? Узнаете то, что я синим выделил? Ну, вот я сейчас читаю. Ну, если существует X, для которого верна импликация, то для всех X, из того, что для всех X верна, создается такая лемма. Дальше идет нечто страшное, целиком связанное с переписыванием по логической эквивалентности. Потому что обычно это переписывание, оно связано с индуктивным определением равенства. Но у доказуемой логической эквивалентности никакого индуктивного определения нет. И понятно, что переписывание по эквивалентности – это некое более сложное дело. Дальше. Вот после всего этого ужаса в какой-то момент возникает ссылка на нами доказанное утверждение. X, I, M, Pol, C, L, N, M. Точнее сказать, вот все, что здесь в скобках выделено, это является доказательством вот этой вот самой леммы, которая нам тут нужна. Понятная идея? Ну, да, да. То есть он, я думал, что он просто там все распишет и вот эту лему, которую предыдущую мы использовали. Нет, 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 он не будет ее разворачивать, не будет и правильно сделает. Потому что на самом деле у нас определение вот этой вот леммы, оно непрозрачное. То есть развернуть его даже уже и нельзя. То есть вот на данном этапе Кок забыл, что находится внутри вот этого терма – X, I, M, Pol, C, L, N, M. Он помнит только его тип. Это, так сказать, вот принцип proof of relevance. Да, да, точно. Как только вы сказали QED, сразу само доказательство было забыто. Запомнено было только, что оно есть и вот действительно имеет такой тип, то есть доказывает то, что вам нужно. Понятно? Да, да, вполне, спасибо. Вот весь ужас, 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 который здесь присутствует, он порожден единственным вот этим вот переписыванием. Мы можем как-нибудь специально, если это интересно, можем специально проанализировать, как же такое переписывание устроено. Но сейчас давайте этим заниматься не будем. Еще одна логическая теорема. Ну, если из того, что все N обладают свойством P, следует, что кто-то обладает свойством Q, то есть такой N, который, если он обладает свойством P, то обладает и свойством Q. То есть здесь та же самая проблема. Непонятно, откуда этот N брать. Мы такую теорему имеем только для классической логики. Заменим импликацию на ее выражение в классической логике. Вот на такое. Кстати, хочу вам сказать, что страшное переписывание, связанное вот с этим вот эквивалентностью, оно не является необходимым. То есть я мог бы это оформить не через переписывание, а просто через Apply. Но тогда, естественно, если я в посылке нахожусь, мне надо брать Apply в одну сторону, а если в заключение я переписываю в другую. То есть за счет того, что сам Proof Script у меня короче и вроде как бы проще, я плачу ссылкой на какие-то там страшные вещи. Ну, на самом деле, конечно, логически корректные. Понятная идея? Думаю, да. Вот. Но здесь я тоже, тем не менее, воспользуюсь этим переписыванием вместо Apply. Хотя можно было бы и Apply. Давайте попробуем. Там две импликации, надо одну из них заэпплайть. Пожалуйста, Apply тоже работает. Понятно это? Да. Ну вот. Значит, дальше я говорю Distract. Я хочу дизюнцию разобрать, разбить на два случая. Первый случай состоит в том, что не все N обладают свойством P. Естественно, я воспользуюсь уже доказывающимся раньше утверждением, что тогда существует N, который свойством P не обладает. Вот все. Теперь и в посылке, и в заключении квантера существования, и все совершенно там конструктивно проходит. Я получаю X, который действительно обладает свойством не P. П, говорю Exists, ну и дальше изне P и P, мы уже это обсудили, можно вывести Q. Но на самом деле, если у вас явно есть две посылки, одна из которых отрицает другую, можно просто применить тактику Contradiction, которая будет искать такие посылки среди имеющихся, и если найдет, докажет любую цель. То есть, естественно, это не обязательно, то есть, я могу сказать apply там H, N, A, H. Так, чем там мне нравится? Ах, Q, Q, извините. Q же нам надо, то есть, тогда не apply, тогда distract. То есть, мы сначала разберем ложь, которая имеется в заключении. Сначала разберем ложь, которая имеется в заключении вот этого утверждения. Утверждение такое, с PX следует ложь. Разобрали ложь. Distract false доказывает любую цель. Значит, единственное, что нам надо, это показать, что наше утверждение PX действительно имеет место. Но оно имеет место за счет посылки H. Ну, короче говоря, понятно, я думаю. Вместо того, чтобы все это писать, что-то сегодня не задалось у меня синтаксисом. Вместо того, чтобы это все писать, мы можем вызвать просто тактику contradiction. Ясно? Угу. В другую сторону. Есть N со свойством Q. Тогда есть N такой, что из P от N следует Q. Ну, если Q, то P от N влечет Q. Это тривиальная тавтология. И, естественно, здесь, в общем, все понятно. Так, хорошо. Что-нибудь еще? Что-то такое страшное, непонятное. Лемма фу. Она связана с поиском нетривиальной подстановки. Смотрите. Вот здесь сказано, что если все T, если для каждого T существует такой N, что для всех M верно P, T, N, M, то существует такой Z, то для любого Z найдется W такое, что P, Z, W, Z. Как вам такое? Если на это посмотреть неформально. Верно это или какие-то сомнения вызывает? Для любого значения первого аргумента существует такое значение второго, что для любого значения третьего аргумента все верно. Интуитивно это убедительно? Да. Ну, а как это интуитивно доказать? Ну, если сказано для любого M, давайте в качестве M возьмем T. Получится P, T, N, T. Ну, собственно говоря, то, что здесь написано, с точностью до переименования. Как же нам это доказать? Ну, на практике у нас вот есть такая посылка. И заключение такое вот. На практике нам надо ввести некую промежуточную формулу. Какую? Ну, вот мы разобрали уже квантер по Z. То есть нам надо показать, что для произвольного Z существует W. Ну, давайте докажем, что существует действительно такой W, что для любого третьего аргумента это верно. По модулю переименования нам достаточно ввести такую будет гипотезу. Есть такое значение второго аргумента, что для любого значения третьего и для данного Z. Вот это верно. Сказав enough, я ввел такую гипотезу. Я мог бы и assert сказать. Разницы особой нет. Ну, разница очевидна, хотя, пожалуй, лишь в том, что assert цели сгенерировал бы в другом порядке. Сначала надо было бы доказать эту доплемму, а потом вывести из нее цель. А тут наоборот. Выводим, значит, нашу цель, что существует W. Естественно, в качестве W надо брать вот этот N. Получим его. Получили. Есть такой N, что для любого M, P, Z, N, M. Используем этот N в качестве W. И дальше apply H1. Тривиально. Ну, а чтобы доказать вот это вот утверждение, особенно даже трудиться не надо. Потому что это подстановочный пример утверждения H. Ровно оно, но только где вместо T фигурирует Z. Все? Ну, само доказательство, если мы на него посмотрим, совсем несложное. Оно принимает на вход всевозможные аргументы типа T, самого предиката, доказательство нашей посылки и примера Z, для которого нам надо получить W. Ну, а дальше там идет анализ этих посылок. Мэтчинг нашего H1, которое является чем? Это H1, это доказательство нашей лемы, что существует N, такой, что для любого M, P, Z, N. И в качестве этого доказательства мы взяли H от Z, то есть доказательство исходной посылки, примененной к Z. Ну, я думаю, это понятно. Потом H1, как доказательство экзистенциальной формулы, оно разбирается. Это соответствует дистракту. Ясно, что здесь происходит? Да, как мы доказали, фу, понятно. Хорошо. Ну, я надеюсь, и сам proof term хотя бы в общих чертах ясен, почему он такой. Ну, вот этот LED соответствует вызову тактики NAV. Мэтчинг H1 соответствует вот этому вот месту. Вот. Вот этому existу соответствует эксентру. Вот этому... Вот этот apply, это у нас на самом деле вот он здесь. По модулю просто переименований. Переменных. Так, понятно это? Да, хорошо. Давайте докажем что-нибудь с равенством. Совместим, так сказать, равенство и квантеры. Вот такое утверждение. Есть такой X, Если есть такой X, что все Y ему равны, то для любого X, для любого Y, F от X равно F от Y. Где F – это какая-то произвольная функция на типе T. Является ли это утверждение интуитивно верным? С точки зрения нашей интуиции. Конечно, да. Почему? Что говорит посылка? Что содержательно утверждает наша посылка? Ну, что у нас только одно значение T. Что у нас в типе T только один элемент. Но если это так, то, конечно, любая функция там принимает только одно значение. Отлично. Давайте попробуем это доказать. Делаем интро. Разбираем утверждение о том, что существует вот такой X, который всем равен. Мы его назовем X штрих. Итак, X штрих равен всем, 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 всем. А нам надо доказать для произвольных XY, что F от X равно F от Y. В чем наша идея? В том, чтобы вот этот X заменить на X штрих. И Y тоже заменить на X штрих. Как мы это делаем? Мы берем вот такие вот два терма. H от X и H от Y. И смотрим, какой они имеют тип. Ну, у H от X тип X штрих равно H. А у H от Y тип, естественно, X штрих равно Y. И вот мы в соответствии с этими двумя равенствами сделаем рерайт. Перепишем. При этом переписывание происходит справа налево. По умолчанию переписывание слева направо. Если мы хотим наоборот, мы такую стрелочку указываем. Теперь у нас... Ну, обратите внимание, значит, вот X заменился на Y, да? Что произошло, давайте поймем. Вот первое переписывание привело к тому, что у нас X заменился на X штрих. Правильно? Да. А второе переписывание заменит, оно слева направо, оно X штрих заменит на Y. Ну вот. Значит, получается вот такая штука. F от Y равно F от Y. Понятно? Да. Ну, а сама эта цель, конечно, тривиальная. Еще что-нибудь с равенством. Если всегда для любого X F от F от X равно X, то для любых X и Y, если X равно F от Y, то F от X равно Y. Давайте попробуем понять, истинно ли это утверждение с точки зрения нашей интуиции. Ну, кажется, что да. Что оно говорит? Если у нас X равно F от Y, и при этом если мы еще раз применим F, то по исходной посылке у нас F от F от X равно X, если мы применим F к этому первому равенству, X равно F Y, то мы получим как раз правое равенство. Ну, безусловно. Смотрите, сказано, что наша функция инверсия. И дальше сказано, что X – это ее значение в точке Y. Ну, тогда понятно, что ее значение в точке X будет самим Y. Доказывается, это тоже достаточно просто. То есть мы делаем рерайт. Мы сейчас перепишем X, который здесь встречается в нашем выражении. Перепишем его, заменим на F от Y. Заменили. А дальше мы получили выражение, ну, такое же, как было в посылке H. Применяем ее. Все, доказательство завершено. Понятно? Да. Что там внутри, может быть, тоже любопытно узнать. Давайте узнаем. Как видите, здесь у нас имеется ссылка на некую библиотечную лему EC IND R, связанную с равенством, на самом деле, которое у нас осуществляет переписывание. По сути дела, в центре этого доказательства только вот этот вот рерайт. Аплай, который мы делаем, он вот тут вот живет. Вот он, аж от Y, когда мы генерировали. А в центре – рерайт. Но что такое EC IND R? Давайте узнаем. EC IND R доказывает такую штуку, что если P от X верно, то для любого Y, равного X, верно P от Y. То есть, это часть леммы, которую мы доказывали про то, что у нас равенство в смысле лейбница. Равные объекты обладают одинаковыми свойствами. Можем посмотреть на доказательства самой этой библиотечной леммы. Но она ссылается на некие другие, на EC IND, EC SIM. В общем, в конечном счете, там все сведется к мэтчингу. Понятная идея? Да. А можно вопрос немножко не по теме? Да. Вот просто сейчас, что я задумался, вы говорите про то, что вот это равенство по лейбницу. И я вот сейчас подумал, а есть другие трактовки равенства? Ну, то есть, не так, что равными называются те, у которых любые свойства равны. Ну, конечно. То есть, просто раз это равенство по лейбницу, то как бы напрашивается, может, есть равенство еще какое-то. Ну, скажем так. Вот это вот равенство по лейбницу, это то, что мы, в общем, хотели бы отравенствовать. Ну, во-первых, можно рассмотреть какие-то более ограниченные варианты. Тогда отождествляются лишь какие-то классы свойств, а не все. А, ну, как факторизация такая. То есть, естественно, мы можем наше равенство по лейбницу, мы можем это требование немножко ослабить. На самом деле, даже вот когда мы говорим, что по лейбницу, оно не совсем по лейбницу, оно только в смысле тех свойств, оно уже факторизовано по равенству, которое возникает из редукции. Потому что, ну, например, 2 плюс 3 и 5, да? Одно ли это и то же? Ну, вид-то у них разный, у них только нормальные формы одинаковые. А сами-то они разные, но мы в койке не можем это, так сказать, вот так вот уловить так просто. По крайней мере, в свете нашего равенства. То есть, определенные вариации с равенством возможны. Это такая тема достаточно богатая. Вот известная гомотоопическая теория типов в последние годы. Она во многом обращается вокруг вот этих вот вещей, связанных с равенством. Может быть, мы как-то факультативно в конце курса какие-то отдельные сюжеты разберем. Ну, я подумаю, короче говоря. Ну, в общем, это лейбница на свойства. Это то, что мы базовым образом от равенства ожидаем. Почему? Потому что, чтобы называться равными, объекты должны вести себя одинаково. Правильно? Ну да, разумно. Вот. Хорошо. Ну и последний сюжет в этой секции. Он посвящен тому, как мы можем доказывать классические результаты с помощью нашей библиотеки, не осылаясь прямо на TND, на то, что третьего не дано. Для этого нам понадобится библиотечный модуль Classical. Как он устроен? На самом деле, там у нас вводятся две дополнительные тактики. Classical Left и Classical Right. Как же они работают? Работают они следующим образом. Чтобы доказать какую-то дизъюнкцию, нам здесь предложат, вот если я скажу Classical Left, то мне предложат не просто доказать не А, но доказать не А из предположения о том, что второй дизъюнкт ложен. Мы так довольно часто рассуждаем в обычной математике. Как доказать, что А или Б? Мы говорим, ну предположим, что Б ложна, и выведем отсюда А. Ну пусть не Б, тогда А. Понимаете? Да, да, да. Я не просто, так сказать, на пустом месте доказываю А, а я имею дополнительную гипотезу, что второй дизъюнкт ложен. Почему? Ну потому что он либо истинный, либо ложный. Согласно классической логике. Либо я могу воспользоваться его утверждением, либо его отрицанием. Поэтому мне достаточно доказать первый дизъюнкт, в предположении, что второй не верен. Разумеется, закон исключенного третьего в таком случае приобретает тривиальный вид. Надо из НИА вывести НИА. Ну вот. Здесь, как видите, мы пользуемся, наши доказательства имеют такой вид. Надо взять ORINT. А что такое ORINT? ORINT – это разбор случаев. То есть, как доказать, что какой-то П следует из А или Б? Доказать, что оно следует из А и из Б. Нам надо провести разбор случаев. При этом один случай тривиален. То есть, когда у нас натурально есть НИА, то значит НИА или А верно. А второй случай ссылается на некое утверждение классик. Что это такое? Ну, это просто закон исключенного третьего. Понятно? Да. Очень хорошо. Давайте посмотрим, как это работает на ряде других примеров. Попробуем доказать вот такую вещь, которую, конечно, доказать нельзя. Но мы просто посмотрим, как работает тактика. Я хочу доказать А или Б. Вызываю тактику классика LEFT. При этом мне предложат вывести А из НИА-Б. Ну, хорошо. Эдмит. Закрываем эту ветку. Ничего не доказав. Просто перейдя к следующей. А здесь? А здесь я скажу классикл Райт. Мне предложат доказать Б с дополнительной гипотезой НИА. Понятно это? Да. Естественно, сказав аборт, мы терма нашего не определили. Его в нашем контексте нет. Ну что, двинемся дальше? Да. Да. Давайте. Давайте поговорим про неявные типы. Значит, ну, неявные аргументы, точнее сказать. В чем же здесь дело? Вот, предположим, мы хотим определить полиморфную функцию длина списка. Полиморфную в том смысле, что это может быть список элементов каких бы то ни было. Разных. Как же нам это сделать? Как же нам определить такую функцию? Вообще говоря, формально нам надо указывать тип. Но с другой стороны, кок, естественно, по списку элементов какого-то типа, может этот тип восстановить. Как же нам этого не делать? Как же нам этого избежать? Давайте попробуем понять, как нам это сделать. Прежде всего, вспомним, как определяется лист. И переопределим его. Тип список. Он является зависимым типом, потому что это список не просто, а список элементов, так сказать, какого-то типа х. И для каждого х, для каждого значения параметра х у нас имеются два конструктора. В библиотеке они называются NIL и CONS. Но я их назову NL и CS. Значит, NIL что означает? Это пустой список. Правильно? Да. Какие есть способы образовать список? Ну, вот пустой список – это список. А также есть некая функция, которая присоединяет элемент типа х к списку таких элементов и дает нам новый список. Понятно это? Да. Ну, определили. Хорошо. Какой же тип имеет конструктор NIL, как вы думаете? Type? В смысле, х? Ну, разумеется, нет. Ведь он должен вернуть лист х, правильно? Да, наверное, х – лист х. Но на самом деле, вот он имеет такой тип. Для любого х – лист х. То есть, у него есть аргумент, правильно? Сам по себе NL, сам по себе NL, не имеет типа список чего-то. А вот, например, NL NAT имеет тип лист NAT. То есть, я должен указать явным образом тип. NL PROB имеет тип лист PROB. А можно вопрос, почему неправда, может быть, это просто бред, сказать, что NL имеет тип из х в лист х? Вы имеете в виду стрелочку? Да, да, да. Ну, потому что он принимает на вход не объект типа х, а объект типа type. Поэтому и неправда. Ага, хорошо, спасибо. Ну, давайте попробуем посмотреть, вот как вы предлагаете. Что нам Кок скажет? Х, стрелка, лист х. Ну, во-первых, reference x was not found in the current environment. Это в первую очередь. А какой х-то? Х-то не задан. А можно для понимания? У нас это получается список из элементов типа х. Ага, понятно. В данном случае пустой. То есть, что такое NL? NL преобразует тип в пустой список элементов данного типа. Понятно. Поэтому выражения NL над или NL проб, они являются списком элементов соответствующего типа. Какой тип UCS? UCS будет тип х, стрелка, лист х, стрелка, лист х. Но все это будет под квантером всеобщности по х. Почему? Потому что CS берет на вход некий тип, элемент этого типа, список элементов этого типа и возвращает список, получающийся присоединением элемента к нашему списку. Понятно? Да. Вот. И при этом везде надо таскать этот аргумент X. Что, особенно для каких-то больших проектов, конечно, было бы ужасно неудобно. Учитывая, что КОК может этот тип отгадать. Но давайте пока попробуем неудобно. Определим функцию длина, которая, как я уже сказал, является нашей целью. Какие ее аргументы? Ну, хочешь не хочешь, ее аргументом должен быть тип. Затем, собственно говоря, список. Возвращает она над. Мы производим мэтчинг нашего L с NL с какими-то там аргументами. Первый аргумент – тип. Кстати, если я вот так вот напишу, то меня заругают. The parameters do not bind and patterns. То есть, если вот эта штука, она является параметром, в КОКе есть различие между параметром конструктора и аргументом. Параметр – это то, что пишется в шапке самого типа. Аргумент – это то, что пишется у самого конструктора. Понятно? Да. Вот. Ну, то есть, понимать это интуитивно можно следующим образом. Параметр задает семейство типов. У каждого типа свой конструктор. То есть, параметр – это не аргумент конструктора, а параметр как бы туда зашит внутрь. Но, с другой стороны, когда мы пишем там nl-nat, параметр выступает как будто бы как аргумент. А вот в мэтчинге его замэтчить нельзя. Его нельзя оттуда достать. Вот. Значит, хорошо. Другие аргументы, второй и третий, например, у CS, мы можем замэтчить. То есть, один из них нам просто не нужен. Мы берем CS тип YXS с мэтчем и вычисляем рекурсивно длину хвоста, прибавляем к ней единицу. Ну, вот вполне себе функция длины. Вот, например, такой список, который получался следующим образом. Взяли пустой, добавили к нему тройку. Какая же у него длина? Длина у него, как ни странно, один. Там один элемент. Понятно? Да. Но ясно, что все это ужасно неудобно. Давайте предпишем Коку вот этот вот тип, вот этот первый аргумент угадывать из остальных аргументов. Если это возможно, если Кок найдет способ его угадывать, он примет нашу команду. Напишем arguments NL, а дальше вот его первый аргумент X мы заключим в фигурные скобки. Фигурные скобки означают, что тип становится неявным. То есть, теперь его указывать не надо. Аналогичную процедуру мы сделаем из ЦС. Теперь объект типа NL, обратите внимание, какой тип приобрел. У него тип лист, а дальше стоит так называемая экзистенциальная переменная. То есть, переменная, значение которой Кок угадывает сам. Понятно? Да. А почему вот запись там такая вот V, знак вопроса X, вот после двойтой, почему там квадратные скобки? Ну, там сказано, что X надо угадать таким образом, чтобы лист X было типом. То есть, это не имеет отношения к тем квадратным скобкам, которые мы пишем, когда разбираем случаи? Ну, имеет, может быть, но отдаленное. Ясно. Спасибо. Значит, вот такой вот неявный тип. Теперь, заметьте, я не только могу не указывать тип при NL, я не могу его указывать. Если я напишу NL NAT, меня заругают. А концептуально это потому, чтобы не возникла коллизия, что ему дают одно, а он угадывает другое? Ну, может быть, и для этого. Теперь его запрещено указывать вообще. Какой же тип у CS? У CS тип такой же. Угаданный X, угаданный тип X, значит, ну, короче говоря, элемент угаданного типа X, список элементов угаданного типа X, и список возвращается. Теперь CS я тоже могу применять просто к каким-то там соответствующим голове и хвосту. Тип я не указываю. Если я хочу вернуться назад и получить этот самый NL без неявного типа, я могу воспользоваться вот такой вот собачкой. И с помощью этой собачки для термо, который с нее начинается, я возвращаю все назад. Понятная идея? Ну, я понимаю. Я могу отключить эти неявные типы. Ну, например, для NL отключили. Теперь NL стал иметь тот же тип, что и прежде. А вот NL собачка уже от него никак не отличается, потому что неявных под NL нет. Теперь я опять отключу X и попробую написать функцию LENGTHS. Функции LENGTHS я могу не отключать X вот с помощью команды ARGUMENTS, а я могу это сделать в самом определении функции LENGTHS. В самом определении. Для этого я заключу первый аргумент X в фигурные скобки. И дальше все буду писать для NL и CS, которые никакого X на вход не принимают. Совсем не писать X я здесь не могу. Почему? Потому что тогда непонятно, что такое X вот здесь, в этом выражении. Ясно это? То есть это как бы... Вот вы сказали, что можно было вот так вот от фигурных скобки писать без предыдущего ARGUMENTS на LX. То есть получается, когда мы внутри LENGTHS вот этого, внутри этой функции пишем... Внутри определения функции. Тут можно писать не только фигурные скобки, но и definition. То есть это как бы локально сделать? Это не локально. Нет, это не локально. Почему? Это уже навсегда. У LENGTHS теперь... Смотрите, какой тип. Список элементов угаданного типа стрелка НАТО. Она не принимает в качестве аргумента теперь сам тип. То есть, ну, фактически просто сокращение записи, чтобы не писать лишнюю строчку ARGUMENTS. Да-да-да, чтобы не... Ну, не просто, чтобы не писать строчку ARGUMENTS, а чтобы встроить это в определение. Ну, можно считать, что чтобы не писать. Сейчас, а встроить это в определение все-таки функции, а не сможешь... Функции. Нет, самого типа не получится. Да, вот. А тогда как-то просто... Я не знаю, может быть, вопрос бессмысленный, но как-то странная какая-то оптимизация, что можно внутрь функции впилить X-Type, а потом это глобально распространяется на весь дальнейший код. Ну, это распространяется только на эту функцию. Сейчас. Мы же только что сделали CheckLENGTH, и там уже неявные типы. Ну, да. Но мы же в определении LENGTH сделали их неявными. А, то есть сейчас, если я буду работать с этим каким... Не без LENGTH, а не с LENGTH, а с... Не знаю, писать еще какую-то функцию, то там уже X я должен буду указать, используя при работе со списком, правильно? Ну, хорошо, смотрите. Сейчас в NL и в CS тип неявный. У нас три функции с неявными аргументами. NL, CS и LENGTH. Все остальные функции априори с явными аргументами. Так, хорошо, тогда я не очень-то понимаю. Вот это фикс-поинт LENGTH в фигурной скобке X-Type. Вот эта запись в фигурных скобках, она делает... Она означает, считай первый аргумент функции LENGTH неявным. Неявным. Ага. Так. А будет ли это работать, если аргумент с NL X передать мне написать? Вот который там написан сейчас. Это будет работать, но тогда в NL я должен буду написать здесь что-то другое. Я здесь должен буду так вот написать, да? Еще один аргумент в NL будет. Будет, конечно, работать. Так. А можно тогда будет написать не так, чтобы он сам угадывал нижним подчеркиванием, а NL X. Мы же с вами пережевывали, что параметр не связывается в мэтчинге. Мы же с вами об этом говорили. А, да, 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 да. Так, просто сейчас у меня вот прежнему что-то пока непонятно с этими LENGTH с фигурными скобками там рядом. Но я, если будет что-то дальше непонятно, я еще раз спрошу, может быть, прояснить. Хорошо. Давайте пока двинемся дальше, но дальше может стать еще не непонятно. Я рекомендую с этим просто попрактиковаться. На самом деле в койке есть две, как минимум, формы, так сказать, вот этого вот неявных типов. Бывает просто неявные, а бывает неявные и maximally inserted. Но мы можем это перевести как максимально вставленный или вдвинутый, но легче от этого не станет. В чем состоит между ними разница? Я покажу на примере, на практическом. Значит, смотрите. Ну, дело в том, что неформально, если maximally inserted, то кок угадывает тип более агрессивно, чем если не maximally inserted. Чтобы было implicit, but not maximally inserted, надо вместо фигурных скобок писать скобки квадратные. Давайте посмотрим, что же у нас тут получается. Вот сейчас у меня в лэнкс первый аргумент неявный и максимально вставленный, то есть в фигурных скобках. Так? Да, да. Давайте я определю бессмысленную функцию Apple, то есть apply. Что она делает? Сколько у нее аргументов? Три. Три. Нет. А, один один. Нет. Два. Ну, либо два, либо четыре. У нее всего четыре аргумента. А, B, F и X. А, B типы. F – это функция из А в Б. И X – это объект типа А. Из этих четырех аргументов два первых неявные, но не максимально вставленные. Те самые квадратные скобки. Но здесь это не так уж и важно. Что делает эта функция? Она применяет аргумент в функцию, третий аргумент применяет к четвертому. Вот и все. Понятно? Да, да. Я просто читал А, B, как один аргумент. А это вы зря. Да. Значит, такие выражения в скобках, они нужны, чтобы нам отнести вот эту вот типовую, так сказать, сигнатуру ко всему, что стоит перед двоеточим. Так мы делаем под FUN, мы так делаем под FOR ALL. При этом сам FUN не надо брать в скобки, как мы выяснили в начале лекции. Так. Значит, смотрите. Вот у нас такое выражение. FUN L, стрелка UP LENG CELL. Что оно означает? Это довольно бессмысленная функция, которая применяет... Которая вычисляет длину данного ей на вход списка. Согласны? Да. Но LENG CELL здесь выступает в позиции аргумента. И заметьте, это выражение Кок принимает. Он говорит, что его тип следующий. Список, угадай чего, стрелка НАТО. Кстати, вы можете посмотреть на вот этот, на то, что написано здесь, где WHERE. Здесь теперь сказано, какой тип должен иметь угадываемый X. X должен быть типом при условии, что аргумент L – это список элементов такого типа. Ну, конечно, это выглядит безумно. Но при сложных, так сказать, случаях зависимых типов, вся эта информация, которая здесь приводится, она может стать полезной. Понятно? Верится. Ну, смотрите, здесь сказано, что X имеет тип-тип. В предположении, что L имеет вот такой тип. Типы не абсолютны, типы зависимы. То есть тип выражения. Он может зависеть от чего-то там. Потому что тут у нас все происходит под лямбдой, по L. Ну и, соответственно. Так, вы не шокированы еще? Покажи вы. Теперь мы сотрем с Length вот это вот, то, что X неявный. Стерли. Теперь X явный. То есть, если я скажу CheckLength, то получится вот такая вот штука. Для всех типов X из списка функций из списка X в NAT. То есть теперь я должен, например, так писать. Length NAT NL. Просто Length NL теперь писать нельзя. Да, согласен. Теперь я опять сделаю X неявным. Но я для этого использую не фигурные скобки, а квадратные. То есть теперь он будет неявным, но не максимально вставленным. В чем же практическая разница? Значит, теперь смотрите. Когда я говорю CheckLength, мне не показывают вот этих вот хитреньких выражений со знаком вопроса. А мне показывают, ну, буквально то же самое, как в случае, когда X явный. Я с виду, что он не может быть зависимого типа. Ну, давайте не будем делать глобальных выводов. Показывают одно и то же. Правда? Ну, да. Однако теперь я могу все равно не указывать вот этот вот NL. Могу не указывать тип. А вот если я его укажу, меня заругают. Хотя ничто на это не указывает в сигнатуре Length. В сигнатуре Length написано для всех х, типа Type, лист х, стрелка над. Отсюда следует, что вроде бы я могу написать Length над NL. Вроде бы это было бы корректно. А нет. Вот. То есть написано одно, а верить написанному не стоит. Как же узнать, где правда? А надо вызвать команду About, которая нам покажет, что все-таки этот тип там неявный. Непонятная идея? Ну, идея-то да. А зачем это все? Ну, да. Разве что вот запутать. Нет, не чтобы запутать, разумеется. Все это нужно для работы с зависимыми типами. Но я обещал практически пример простой. Хотя, может быть, и не очень мотивированный. Я его покажу. Помните, у нас была такая функция совсем недавно, Apple. Она применяла Length к списку. И вообще любую функцию к любому аргументу. К Apple. И вот, когда у нас первый аргумент Length был максимально вставлен, такое выражение чекалось. Да, да, да. А вот когда он неявный, но не максимально вставленный, оно уже того. То есть, оно запрещает делать тип зависимым, получается? Ну, скажем так, вот в таком контексте, когда наш Length является аргументом чего-то, а не сам к чему-то применяется непосредственно, в таком контексте Кок не угадывает. То есть, интуиция такая. Он угадывает менее агрессивно. Он угадывает менее агрессивно. Если я дальше ему скажу «угадай», вот угадай, тогда все пройдет. То есть, я напишу «собака Length», дальше поставлю прочерк. Это тот тип, который он должен угадать. А, ну понятно. Тут вы ему явно задали, что избавиться от скобочек квадратных. Сначала избавиться, а потом вот этот вот тип я написал. Если ему явно скажу «угадай», он угадает. Тем более угадывать тут нетрудно, потому что он, видите, указан. Ну, так понятно. А вот вообще интересно, для чего это людям, которые этим занимаются? Ну, скажем так, на практике большинство библиотечных определений, они идут с зависимым, но с неявным, но не максимально вставленным. Вот это, что называется, эмпирический факт. Максимальная вставленность нужна для случаев, когда мы хотим активно нашу функцию использовать в функциях высокого порядка. Ну, то есть, функциях, которые саму нашу функцию принимают как аргумент, как вот этот Apple. Практически мораль такая. Если, конечно, доходить до подробностей, там все достаточно сложно. В общем, пытайтесь и смотрите. Давайте, так сказать, тут плясать от конкретных случаев. Ну, в общем, если вы везде будете писать, скажем, фигурные скобки, то тоже большой беды не будет. Если что-то у вас не будет получаться, вы просто воспользуетесь собакой, да и все. Понятно? Хорошо. Ну, вот, значит, ну, вот на настоящий момент у нас L1 какая? Там X не явный, но не максимально вставленный. Определим такой список, состоящий из двух элементов. 1 и 2 пришиты к пустому. Ну, видите, длина списка считается. Не надо нам здесь ничего указывать. Все хорошо. Тип угадывается. Тип у L1 лист над, у L2 лист булл. И длины считаются. В общем, все хорошо. Так, ну, вот эту мутноватую часть мы прошли. Давайте теперь вернемся на почву нашей библиотеки. Заканчиваем модуль MyLists и воспользуемся библиотечным определением списка, которое, так сказать, достаточно похоже. Обратите, пожалуйста, внимание, что в конструкторах, конечно, тип максимально вставленный. Не явный, максимально вставленный. А вот. У нас есть нотация. Вот такое вот двойное двоеточие. Это конс. Это присоединение элемента к списку. А, скажите, это то же самое, что два плюсика? Нет. Два плюсика соединяет два списка. Посмотрите, у двух плюсиков смысл какой? У двух плюсиков смысл это app. Да, какой тип у апа? У апа тип такой. Список, список, список. Да? Да, я понял. А там будет просто элемент список. А там будет элемент. А у конс, у конструктора списка тип вот такой. Кстати, заметьте, у конса тип с вопросиками, с экзистенциальными переменными, а у апа без них. Это означает, что у конс типа максимально вставленный. Это не явный аргумент, максимально вставленный. А у апса нет. Ой. У ап нет. Значит, хорошо. Как определяется сам тип лист? Ну, так же, как и у нас. И обратите внимание, что аргументы конструкторов максимально вставлены, то есть в фигурных скобках. То есть, для памяти. Определяя тип, мы делаем аргументы конструкторов, точнее сказать, параметр. Параметр конструктора мы делаем, параметр вот этот вот в конструкторах, мы его объявляем максимально вставленным. Когда мы определяем функции рекурсивные какие-то, которые с этим типом работают, мы его обычно не делаем максимально вставленным. Хотя можем и сделать, и сильно это нам не повредит. Ну, собака. С собакой все понятно. Вот. Вот, например, список 1, 2, 3, пришитые к НИЛ. Но так тоже, конечно, неудобно. Можно определить более удобное обозначение. Просто квадратные скобки пустые будут обозначать пустой список. А вот такое вот выражение. Обратите внимание, здесь есть некая скрытая рекурсия. Вот эти вот двойные точки. Оно будет определять список, который получается последовательным добавлением к НИЛу, ИГРЕКА, затем того, что здесь стоит, и затем ИКСА. И мы уже можем такие вот выражения писать, которые легко можно найти в других функциональных языках. Но при этом это не встроенная штука. Скажем так, я не обязан ее определять. Она у нас есть, надо было бы сказать, импорт лист нотейшнс. Она в библиотеке есть. Ясно, ясно, спасибо. В койке почти ничего нет встроенного. Но, так сказать, есть развитые библиотеки. То есть вы должны явно потребовать то, что, так сказать, вы хотите загрузить. Но в библиотеках много чего есть. Он, видите, сколько, например, лем, в формулировке которых фигурирует, в типе которых, так сказать, то есть в формулировке фигурирует вот этот вот конус. Вон их сколько. То есть дофига. Правильно? Да. А сейчас, может быть, вот этот вот предыдущий пример, который мы зачекали, 3 равно 1 плюс 2, for all x и x плюс 1 плюс 6. Ну да, список высказываний. Что такое? Ага, просто список высказываний. Да, вот это я хотел уточнить. Да, просто список высказываний. Прошу. Так, хорошо. Давайте теперь посмотрим... Вы немного пропали сейчас. ...пасается списков как такого наиболее... А, возможно, только у меня, но у меня... Пропали? Сейчас вернулся? Нет. Так, сейчас вернулось? Да. У меня, да. Ну, это связано с тормозами. Видите, кок немножко задумался, и все пропало. Ну, вот так вот. Пока до конца семестра, видимо, мы помучимся с этим ноутом. Так. Хорошо. Значит, у нас есть, конечно, библиотечная функция length. Давайте посмотрим, что там about о ней что говорит. About о ней как раз и говорит, что ее первый аргумент, тип списка, он неявный, но не максимально вставленный. Вот. Ну, собственно говоря, так, как и было в нашем примере. Собака и так далее. Все как надо. Про length тоже много всяких. Lem много всяких про length. Ну, например, вот есть такая библиотечная функция firstn, которая возвращает первые n элементов списка. Да. Вот если я возьму и возвращу столько элементов в список, какова его длина? Ну, получится сам список. Ну, и много всяких других lem, смысл которых достаточно очевиден. Обычно. Так, ну, вот у нас есть up функция, которая прибавляет один список к другому, конкантенация. Про нее тоже множество утверждений. Например, если мы добавим слева пустой список l, то получится l. Но это на самом деле прямо следует из определения, потому что у нас здесь рекурсия по первому аргументу. Ну, а если мы добавим справа, это надо доказывать индукцией. Так, еще у нас есть функция rev, которая переворачивает список. Был список голова-хвост, стал список перевернутый хвост, плюс-плюс, одноэлементный список, состоящий только из головы. Как? Пока нормально? Да. Ну, вот. Ну, про length, давайте, например, поищем лему про конкатенацию, про длину конкатенации списков. Кстати, вот не обязательно это все в первый аргумент search засовывать, во второй аргумент, может быть, и в первый. Вот, например, такая у нас лема, да, что сумма, что длина конкатенации равна сумме длины. Мы такую лему можем и сами доказать. Заметьте, вот в этой леме первый аргумент, тип списка, он является неявным, но не максимально вставленным. А в нашей леме, ну, пусть он будет максимально вставленный. Так, давайте докажем, как это делается? Как доказать, что длина конкатенации равна сумме длины? Ну, по построению. Индукции по построению списка. То есть, список это объект индуктивного типа. Поэтому, поэтому для него определена индукция. Давайте посмотрим, как выглядит принцип индукции для списка. Вот как. Давайте это прочтем и посмотрим, насколько это логично. Чтобы доказать, что любой список обладает свойством P, что нужно сделать? Чего достаточно? Каждый его элемент проверить. Ну, свойство P, оно же на списках определено, а не на элементах? На каждом под списки получается. Ну, нет. Индукция гораздо проще. То, что вы предлагаете, это сложно. Можно без хвоста проверить на том, Достаточно доказать без головы. Доказать без хвоста будет один элемент. У нас индукция устроена так, она соответствует определению списка. У списка два конструктора, правильно? пустой и конс. Пуст нил и конс. Пустой список. Нам надо доказать, что пустой список обладает нашим свойством. И из того, что список L обладает свойством, следует, что список, который получится добавлением чего бы то ни было, какой бы то ни было головы к нашему списку тоже будет обладать свойством. То есть свойство сохраняется всеми конструкторами. Если свойство сохраняется всеми конструкторами, то им обладают все списки. Понятно это? Да, я только вот сейчас не вижу, а где показано, что голова обладает этим свойством? Голова не может обладать этим свойством, потому что это свойство для списков, свойство для элементов типа лист А, а голова то имеет просто тип А. Понятно, ну ясно, добавляют голову, а потом опять проверяют на... Да, 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 добавляют голову и показывают, что после добавления какой бы то ни было головы, на голову, заметьте, нет никаких ограничений. Да, да, понятно. После добавления головы свойство сохраняется. Кстати, на этом примере видно, чем отличаются параметр типа от аргумента конструктора. Вот у нас, я напомню, в лист параметр это х, а вот здесь у нас аргументы конструктора. Так вот, квантер по параметру, в принципе, индукция, он будет стоять снаружи. А квантеры по аргументам типа, они будут стоять внутри, по аргументам конструкторов, они будут стоять внутри вот таких вот посылок, внутри как бы шагов индукции. Понятна эта идея? Ну, на мрани, да. То есть, вопрос о том, как КОК генерирует список, генерирует принцип индукции. Кстати, этим процессом тоже можно управлять. Есть так называемые схемы индукции. То есть, вы можете заставить КОК генерировать немножко другой принцип индукции. Ну, естественно, вы должны обучить КОК этот принцип доказывать. Ну, это уже такой, так сказать, advanced совсем уж материал. Мы сейчас этого касаться не будем. Так, значит, индукция по построению списка. Чтобы доказать, что вот это вот верно для всех списков, нам надо проверить свойства для пустого и из того, что оно верно для хвоста, вывести, что оно верно для всего списка. Но тут у нас два списка. По какому из них мы будем вести индукцию? ПЛ или ПМ? Ну, нет, на самом деле спойлер-то там виден уже. Да, но хорошо, вопрос в соответствии со спойлером. Почему ПЛ? Да, 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 вот я как раз об этом думал и на самом деле ну, наверное, это связано с тем, что у нас по построению совершенно правильно. Индукция почти всегда ведется потому, в таких теоремах ведется по тому аргументу, по которому рекурсия. Ну, вот в определении, смотрите, у нас вот здесь вот есть такая функция конкатинация. Вот в конкатинации она же ап, аппенд. Как видите, рекурсия ведется по первому аргументу, а не по второму. Правильно? Да, правильно. Поэтому индукцию уместно вести по первому. Поехали. Индукция генерирует две цели базис и шаг. Базис все вот это доказать для пустого списка L. Ну, на самом деле, если я вычислю входящие сюда функции, получится одинаковое выражение слева и справа. Ну, соответственно, с помощью рефлексивности я могу это доказать. Так, а что сделать здесь? Содержательно я должен воспользоваться предположением индукции. раз это равенство, то хочется сделать рерайт. Но обратите внимание, ни левой, ни правой части этого равенства нету в цели. Что же делать? Ну, развернуть функции, получается. Да, можно цель упростить. Можно заметить, что AL плюс M это A добавить к L плюс M. Length от A добавить к чему-то это 1 плюс Length. Короче говоря, упрощение приводит нас к такому выражению, который по модулю предположения индукции становится просто тривиальным. Понятно? Да, можно. Догадался ли бы Кок сам до этого? Давайте узнаем. Ну, что-то не того. До чего он не догадывается? До переписывания. А если T авто написать? Если написать T авто, то это вообще будет очень сомнительно, потому что T авто ищет автологии интуиционистские, а здесь логики-то чуть-чуть. Да, я понял. Здесь переписывание. Ключевую роль играет это переписывание. То есть, как автоматизировать переписывание. Ну, в общем, я вам покажу, я тут написал такую тактику, которая автоматическую индукцию проводит. В простых случаях она неплохо работает. Но она, так сказать, только одно переписывание может сделать. Поэтому она, конечно, ограничена. Вообще люди над этим работали, хотя не очень много. И есть такой метод, он называется риплинг. Суть его в том, чтобы с помощью переписываний сделать цель похожей на наши, так сказать, посылки. Ну, и вот неким образом там можно, конечно, достичь большего, чем мы делаем совсем уж топорно, как в моей тактике, которую я вам, пожалуй, покажу, что ли, чуть позже, не сегодня. Так, хорошо. Обратите внимание на утверждение нашей лемы length up. Ну, вот тут все то же самое, только тип аргумента а, он угадывается. а должно быть каким-то там типом. Понятно? Да. Напиши я здесь квадратные скобки, но никаких бы этих экзистенциальных переменных со знаками вопроса, ну, не было бы. Все было бы гораздо красивее. Так, хорошо. Функция реф. Ну, вот у нас в библиотеке есть такая лемма. Она называется ref length, что длина перевернутого списка равна длине исходного. Давайте мы попробуем такую лему доказать, назовем ее length ref. Кстати, одно из наиболее полезных упражнений в поке следующее. Берете какую-нибудь библиотеку и воспроизводите все доказательства последовательно одно за другим. Вот. Сами эти библиотеки, ну, вы можете найти в вашем дистрибутиве COCA или, в общем, их можно там нагуглить. Только определение есть документации, только, так сказать, формулировки, так сказать, без доказательств. так, ладно, длина, кстати, то была ref length, а это я назвал length ref, длина перевернутого списка. Как будем доказывать, что она не меняется? индукция? индукция, конечно, еще раз индукция. я базисный случай уже рассмотрел автоматически, сказал try reflexivity, мог бы сказать try auto или даже просто auto. Что делает auto? Auto apply пытается применять, ну, и reflexivity, и все такое. Так, мы все свели вот к такому вот случаю. Что нужно сделать? Нужно переписать, но здесь нечего переписывать, поэтому надо сделать упрощение. Сделали. Но упрощение привело нас к тому, что у нас получился вот такой вот список. Перевернутый L плюс одноэлементный. Что надо сделать дальше? Дальше хитрый ход. Ну, он у нас есть в и HL справа, точнее равенство. Нужно получается написать левую часть справа. Ну, вы хотите сказать Length L заменить на Length Revelle? Ну, например, да. Ну, можно, конечно. Ну, давайте. Так, а дальше что? воспользоваться определением плюс-плюса. Ну, как им воспользоваться? Revelle это же любой список. Там индукция по Revelle что ли еще одна? Нет. Ну, на самом деле, конечно, именно так. Здесь двойная индукция спрятана. Надо воспользоваться тем, что мы уже доказали, что длина конкатенации равна сумме длин. А, ну да, точно. Вот чем надо воспользоваться. И даже можно такое переписывание не делать сразу. Мы сначала переписываем здесь, а теперь мы уже вот этот вот терм заменим на длину L. Это лучше, чем длину L заменять вот на это. Хотя результат, конечно, один и тот же. Лучше, потому что мы заменяем терм на более простой. Так, а теперь смотрите, перед нами после упрощения будет чистый арифметический факт. Некое число плюс один равно s применить к этому числу. Рефлексивность нам тут не помогает. Почему? Потому что сложение определено рекурсией по первому аргументу, а не по второму. поэтому мы не можем сказать, что length плюс один равно последователю. Вот один плюс length да, а length плюс один вовсе нет. Попробуем найти подходящую лему в библиотеке, чтобы не устраивать сейчас еще индукцию по натуральным числам. Давайте посмотрим, что мы знаем для суммы. Сумма у нас называется над, надад, и давайте попробуем загрузить арифметическую библиотеку. Посмотрим, что в ней есть. Вот, есть ли там выражение такое, есть ли там лема про что-то плюс один? Есть, конечно. Первый из них на нас смотрит, называется ад один р, что n плюс один это последователь n. Я делаю рерайт в этом равенство, или даже можно было бы наверное сразу сказать apply. Так. И все. Понятно это? Ну да. Мы, кстати, могли еще по идее коммутативностью воспользоваться, мы ее как-то доказывали. Могли бы воспользоваться коммутативностью, безусловно, но коммутативность сама по себе просто сложнее. Коммутативность это три индукции. Одна внешняя, две вложенных. это лемма, это одна индукция. Но на самом деле, из-за принципа proof и relevance, из-за того, что доказательство непрозрачное, с точки зрения вычислительной эффективности, все равно, чем пользоваться. Кок не будет лезть туда в потроха. Поэтому с точки зрения практически воспользоваться коммутативностью было бы ничуть не хуже. это было бы менее изящно математически, но хотя почему? Почему должны использовать утверждение с более простым доказательством? Должны использовать утверждение с более простой формулировкой, а на доказательство нам плевать. Есть оно и хорошо. Значит, собственно говоря, это отношение математиков к доказательству, оно и мотивирует этот самый proof и релеванс. Что математики не ковыряют сами доказательства, они рассуждают на уровне утверждения обычно, хотя часто бывает так. Вот доказали какую-то теорему, а дальше говорят, из доказательства Леммы, но вовсе не обязательно из ее формулировки, из доказательства Леммы видно, что встречалось вам такое? Конечно. Ну вот, то есть на самом деле доказательство используется для каких-то еще других целей, кроме установления формулировки. Вот, тоже это надо иметь в виду, потому что такое бывает. Добавление пустого списка справа ничего не меняет, но тривиальная индукция. базис мы уже отшили рефлексивностью, упрощаем, переписываем, все, готово. В библиотеке есть такая Лемма, что если перевернуть список х плюс у, то получится перевернутый список у плюс перевернутый список х. как вам такое? Логично. То есть переворачивание, оно является, как сказал бы алгебраист, инверсией. Вот что такое инверсия в полугруппе? Это такая операция, что инверсия от х плюс у равна у инвертированный плюс х инвертированный. Такого добра очень много, кроме переворота списков, ну или строк, это, например, что? Например, деление, но также, например, транспонирование матрицы, правильно? Транспонирование произведение это произведение транспонированных в обратном порядке, не правда ли? Да, да, да. Вот, так что инверсий в алгебре много, ну и бог с ними. Значит, давайте докажем наше утверждение. Тут тоже индукция. Почему вести индукцию? Мы хотели вести индукцию по тому аргументу, по которому шла рекурсия в определениях, но здесь на самом деле видимо большой разницы нет. Слева-то у нас, конечно, L1 стоит первым, но справа-то стоит 3FL2. Давайте попробуем по первому. Значит, у нас остается базис, базис не решился, ну и мы не пытались его решить, потому что это бы не удалось автоматически без вот этой подсказки. Вот у нас базис. как доказать такой базис, что RFL плюс равно RFL плюс пустое? На что надо сослаться? Надо пользоваться тем, что у нас было прежде, правильно? Ну а что перед этим было? Что L плюс пустой, пустой список равно пустому. равно L. Применяем это утверждение, но можно было бы сказать apply, здесь почему-то сказано rewrite. Я склонен считать, что это было сделано зря. Давайте apply. Только double пи. Вот. И что-то ему не нравится. Apply не срабатывает. Это почему? А потому что, смотрите, там-то было L плюс пустое равно L, да? А здесь наоборот. Ужас! Какой он тупой! Но есть тактика симметрисити, или симметрии, по-моему, да? Которая переставляет в равенстве аргументы. Раз. Теперь все хорошо. Но не лучше, чем rewrite это симметрии, тем более это, по сути дела, тот же rewrite и есть. Поэтому давайте вернемся к исходному варианту. Понятно? Да, да. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим сюда. Шаг индукция. Известно, что T хвост реф T плюс L2 равно реф L2 плюс реф T. То есть с хвостом все хорошо. А что будет с головой? Чем отличается левая часть цели от правой ее части? Ну, ассоциативность. Правильно, расстановка и скобок. Давайте поищем, есть ли у нас в библиотеке вот такая вот лема. Заметьте, по умолчанию скобки группируются направо, поэтому, когда они стоят слева, то это отдельно выделено. Так, раз, поискали, начали, есть теорема АПАСОЦ, которая делает то же самое. Рерайт. О, все одинаково, все зашлось. Согласны? Да. Последний удар по реву. То, что рев является инверсией, ну, или, как тут сказано, инволюцией, инволюцией, что рев от рев, а л равно л. Давайте и мы такое докажем, назовем это рев-рев. Естественно, опять индукция, базисный случай тривиален. Что делать, если у нас список имел вид голова-хвост, и для хвоста все это верно. Прежде всего, упрощаем, получаем такую штуку. Смотрите, возник рев от конкатенации. Правильно? В соответствии с предыдущей лем мы превратим это в конкатенацию ревов. Теперь у нас возникла вещь, присутствующая в предположении индукция. Поэтому мы возьмем и тоже перепишем в соответствии с этим предположением. Получилась такая штука. Но рев одноэлементного списка это просто тот же самый одноэлементный список. Все, готово. Согласны? Да. Так, ну давайте добьем этот файл. Тут осталось чуть-чуть. Давайте поработаем с бульвозначным равенством. Бульвозначное равенство естественно разрешимо. Просто наше равенство это индуктивный тип, но вовсе никто не говорит, что есть какой-то алгоритм проверки на равенство. Но у нас есть бульвозначное равенство, значение которого просто вычисляется. Например, мы можем посчитать, ну бульвозначное равенство есть, конечно, только для разрешимых типов, таких, как, скажем, натуральные числа. вот, мы можем взять и вычислить значение 2 плюс 2 равно 4. Это true. Правильно? Конечно. На самом деле взаимоотношения между пропозициональным равенством а булевским равенством они довольно хитрые. И на этих взаимоотношениях основана очень интересная техника, которая называется рефлексия. Мы немножко эту технику затронем, в общем, достаточно скоро, потому что она важна и часто применяется на практике, особенно вот в математических построениях. Более того, есть такой диалект Хока и соответствующий в библиотеке называется SS-рефлект, Small Scale Reflection. Для математики желательно, конечно, использовать этот диалект и там вот эта рефлексия, она очень тесно встроена в тактики, которая там применяется. Но мы держимся такого базового Хока, не SS-рефлект, нам бы так сказать базовый изучить, хотя некоторые люди считают, что можно сразу изучать SS-рефлекта. Но ваш покорный слуга так не считает. Так, хорошо. Сейчас мы будем с вами стремиться постепенно к тому, чтобы верифицировать сортировку. Но вот в этом направлении мы сделаем такой шаг. Давайте заведем функцию Count, которая принимает вход на турчисло и список таковых и выясняет, сколько же раз наше на турчисло встречается в списке. Как она определяется? Ну, достаточно просто. В пустом списке n не встречается ни разу. В списке голова-хвост встречается сколько раз? Ну, посчитаем, сколько раз встречается в хвосте. И дальше у нас идет такой if. У нас по индуктивному типу с двумя конструкторами, такому как bool, возможен if. If это matching. То есть мы вычисляем, верно ли, что n равно h и matching это. Если оно совпадает с true, выдаем 1 плюс r. То есть если наш элемент совпадает с головой, равен голове, то он встречается столько раз, сколько в хвосте, плюс еще один. Если не совпадает, то столько раз, сколько в хвосте. Понятно это? Да. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь критическое значение имеет то, что равенство вычислимое, равенство более возначено. Это функция, это под программа. И вот. Хорошо. Ну, считаем. Здесь в этом списке, например, пятерка фигурирует два раза. Кроме сравнения на равенство у нас есть сравнение бульвозначное на меньше или равно. Натлеп оно называется, для него в библиотеке АРИС есть такая нотация. Так, меньше или равно вопрос. Определим функцию инс. Инс значит insert. Это та самая вставка, которая фигурирует в сортировке ставками. Как же она работает? Вставляем н в пустой список, получается одноэлементный. А как вставить н в список голова-хвост? Как работает вставка в сортировке вставками? Мы последовательно идем, и как только находим нужную точку, в нее вставляем. Ну да, но мы можем это оформить рекурсивно. А то вы все-таки мыслите, похоже, в терминах императивных языков, вам какой-то цикл, видимо, видится. А здесь мы действуем рекурсивно. Мы сравниваем наш элемент с головой. Если он меньше или равен головой, мы его ставим перед нашим списком, то есть левее головы. Если же он больше головы, мы его рекурсивно вставляем в хвост. Согласна? Ну да, конечно. Давайте докажем, что у нас после инсерта элемент будет встречаться на один раз больше, чем до него. Вот такую вот теорему. Как мы это делаем? У нас здесь два термоиндуктивных типов. Это N и L. Но ежику понятно, что индукция по натуральным здесь ни к чему, потому что конс определялся индукцией по спискам. Значит, индукция по нашему списку L. Так. И вот мы пришли к такому, в базисном случае, мы пришли к такой теореме, такой цели. Нам надо доказать, что если N равно N, это true, вернуть единицу. Если false, вернуть ноль. Надо доказать, что эта штука вернет единицу. Как же это сделать? Simple не сработал. Значит, надо что? Ну, наверное, нужно найти какой-то конструктор, который может посчитать это выражение. Но конструктора там нет, это под программа, но она по каким-то причинам не вычисляется. То есть, ну, может быть, давайте попробуем сделать, например, unfold. Вот мы сделали unfold, и возникло выражение, где у нас есть рекурсия, потому что вот это ЭКБ, оно определяется рекурсивно. То есть, ну, смотрите, какой-то, я хочу объяснить вам, почему Simple не срабатывает. Какое там было выражение? Вот смотрите, вот определение для ЭКБ, для бульвозначного равенства. Сравниваем n. Если n это 0, и m 0, возвращаем true. Если n 0, m не 0, возвращаем false. Если n это последователь n'', то смотрим на m. Если m 0, возвращаем ложь. Если же m это последователь леммштрих, то мы рекурсивно вызываем само ЕКБ. Понятно? Ну да, он сам собой. Поэтому, конечно же, из этого определения мы не можем понять, что для всех n это верно. Для конкретного n произошли бы редукции, все бы получилось. А для произвольного n нет. Значит, там нужна индукция. Но в библиотеке, разумеется, это есть. Теорема называется ЭКБ рефл. Ну, я тут не написал, как ее искать, но можете сами подумать, надо писать такой паттерн там ЭКБ XX. Вот. Значит, это true. Делаем рерайт, заменяем на true. Сразу после этого мэчинг производится, и получается, что n равно единице. Все хорошо. Согласны? Да. Случай индукционного перехода. Ну, тут все выглядит гадко. Сколько раз n встречается в таком выражении? А выражение такое, если n меньше равно h, то надо n добавить к нашему списку. Если нет, надо пропихнуть. Что нужно сделать? Надо разобрать два случая. Верно ли, что n меньше или равно h, или же нет? Так как это выражение имеет тип bull, мы можем применить к нему дистракт. Я вот так прямо и напишу дистракт n меньше равно h. Так, хорошо. Теперь у нас возникло еще два случая. Кстати, заметьте, что я само разницу, что n меньше равно h истина, я его не сохранил. Ну, а мог бы и сохранить. Иногда это бывает полезно. Я мог бы сказать, вот сохрани то, что здесь происходит в особое равенство, что вот это равно true. Но нам тут это не надо. Вот. Теперь смотрите, первый случай, здесь фигурирует n равно n, но это же правда. Правда. Давайте этим воспользуемся и воспользуемся левой КБ рефл. О, и чудесным образом все стало одинаковым. Согласны? Ну да. Тут уже я не очень задумываюсь, не очень вглядываюсь в то, что там происходит. А на практике при верификации алгоритмов, конечно, возникают такие цели, что век бы вас, глаза мои не видели. И как раз эту ужасную работу по запоминанию, по аккуратному обращению с этими целями он берет на себя. Здесь как водится в уважающем себя шаге индукции надо применить предположение. Сделаем соответствующий рерайт и вот это выражение мы заменим на на то, на что следует. Теперь пропал инс. Остается только разобрать два случая, равен ли NH или нет. Разбираем эти случаи, получается две цели. Но обратите внимание, обе эти цели тривиальные, решаются рефлексивностью. Вот и все. Согласна? Да. Ну и на десерт. если N не равно M, то тогда в улевском смысле, то тогда число вхождений N в результат вставки равно просто вхождению N в исходный список. То же самое. Индукция базис. Нам известно, что N M равно false, значит слева будет ноль. Ура! шаг. Та же самая логика. Разбираем случаи. Тут у нас два булевских значения. M меньше равно H и N равно H. Разбираем где надо. Делаем такую замену, где возможно. ну вот. Ну и в общем и целом вот видите здесь у нас возникла такая вещь. Если N M равно если N равно M то, а мы знаем, что оно не равно. Поэтому имеет смысл попытаться сделать rewrite. Вот. Ну а дальше мы разбираем N равно H и получается вообще одно и то же с учетом предположения индукции. Вопросы пожалуйста. Ну вроде нет. Да, пока вроде нет. Единственное, что последняя вот эта часть конечно с объемом буквы впечатляет. С каким объемом буквы? Ну в смысле что очень много когда строчки уже становятся ну когда уже трудно обозримой становится цель. Да. И особенно гипотеза. Ну так для этого кок и нужен. Согласитесь что доказать что L плюс пустой равно L мы можем без всякого кока. И даже очень убедительно. И даже по индукции. Это да. Тяжело иметь в виду тяжело как бы верить что это правда и как будто в общих чертах все это видно но мелочи не успеваешь смотреть. Правильно так кок для этого и нужен чтобы вникать в мелочи вместо вас а вам предоставить разработку общего плана доказательства чтобы вы не потонули в деталях. Если мы поговорим о верификации например императивных программ мы увидим какие там вылезают крокодилы и в общем как достаточно кок с ними неплохо справляется. вот еще вопросы пока нету ну благодарю за внимание если кто спешит на хобот то есть Даниил пожалуйста тогда с вами мы прощаемся если вы туда спешите я не спешу а вы не спешите если какие-то вопросы есть то можем обсудить их ну нет я начал домашние задания делать я половину сделал надеюсь вы сейчас сдвинулись если вы на том застряли о чем спрашивали я то тогда пропустил еще немного сделал ну ладно если будут вопросы вы пишите хорошо спасибо ладно вам спасибо так Богдан а вы что скажете ну я пока просто из-за того что у меня сейчас довольно плотный график еще не приступил я хотел скорее спросить про планы чуть глобальные вот скажем я так понимаю что семестр заканчивается в конце мая то есть где-то у нас минус полтора месяца вот есть ли этот курс планируется только вот на эти полгода или есть какое-то предложение на вообще курс полугодовой то есть но это зависит от нагрузки я просто не уверен что я в следующем семестре потяну продолжение понятно но если есть какое-то желание понятно что сейчас у нас два человека ходят то на продолжение рассчитывать тем более на продолжение то мы будем заниматься более сложными вещами тем более требующими знания первой части поэтому мы в общем если есть интерес этим заниматься это можно делать уже в более индивидуальном порядке вот я понял я хочу сказать что это предмет достаточно глубокий то есть есть масса направлений по которым здесь можно идти и можно взять какой-нибудь так сказать тему и допилить ее скажем до статьи там какой-то и так далее ясно хорошо это вряд ли будет прорыв в науке но если вам самим интересно этим заниматься то тут можно в общем в общем да маленький шаг не человечество действует ну да да именно так именно так то есть строго наоборот сравнительно с высадкой на Луну да хорошо тогда всего хорошего до внимания хорошо это спасибо до сих пор